Привет, ребят! Ну что, это первый пост на Boosty, и я хочу делать для вас полезные какие-то видео. И сегодня я хочу поделиться с вами топ-10 своими правилами в работе над проектами. Ну и вообще, в целом, когда вы растете, прогрессируете, развиваетесь, конечно, есть определенные свои такие лайфхаки. Первый момент, на который стоит обращать внимание сразу, это порядок в вашей папке проекта. Когда вы, соответственно, работаете над сложным продакшеном, бывает такое, что у вас копится в одной папке там кучу драфтовых версий, какой-то материал, который вам присылает клиент, какой-то, который вы скачиваете, какой-то, который вы выводите, рендерите, чтобы сделать еще куда-то там, на мастер отправить. Ну, в общем, это полный бардак, если у вас нет четкого, скажем так, архитектуры проекта, четких папочек. Кто-то больше уделяет это внимание, кто-то меньше, но я когда-как, скажем так, стараюсь очень и понимаю, насколько это помогает. Но иногда, конечно, бывает такое, что ни один проект захламляется, потом я в панике начинаю все это разгребать, как в самом проекте, да, по шинам, так и, соответственно, в папке начинаю путаться и стараюсь наводить порядки. Второй момент, это нейминг и работа как раз-таки в самом, внутри проекта. Очень часто такое бывает, когда мы делаем крупный проект, лесенками, там, расставляем звучки, работаем с какими-то отдельными шинами по музыке, но в то же время у нас все в разброс, везде какая-то обработка, да, там, везде есть какие-то посылы, а в совокупности у нас все, на самом деле, в кучу, в кашу. В чем минусы вообще вот такой работы, ну и почему вообще начал обращать внимание на это? Во-первых, у вас есть всегда работа с АЧХ, с конфликтами и так далее. И, конечно же, в процессе работы вы все равно делаете какое-то предсведение, работаете с определенными сценами по определенным уже шаблонам. То есть вы понимаете, что у вас характер, к примеру, одной сцены более плавный, в уши здесь, к примеру, ветер, окружение более нежное, более мягкое, со срезанными там верхами, к примеру. И, конечно же, вы понимаете, что таких моментов на протяжении проекта еще есть, будут. И на старте, конечно, нужно обращать внимание на работу с шинами, с папками, с определенными посылами и постобработкой, чтобы, во-первых, не жрать ресурсы вашего железа. Ну и, конечно же, исследовать каким-то правилам и принципам, почему вы, к примеру, вот эту группу обрабатываете с этой группой, почему у вас на этой шине, к примеру, только какие-то механические звуки, либо у вас слой сабовой части, который вы миксуете с общим лейрингом вашей какой-то звуковой атмосферы. Это все очень важно, и это вы должны на этапе продакшна уже понимать, какую вы зону выделяете звуковую в конкретном моменте. И какую часть звукового сопровождения вы готовы, к примеру, пожертвовать по АЧХ, чтобы она раскрывалась и давала, к примеру, больше восприятия именно на стереобазу, на наши бинауральные фишечки, а ключевая часть у вас, к примеру, в центре. То есть вот эти все моменты вы понимаете в процессе, когда вы работаете особенно с лейрингом, синтезируете что-то, вы все равно в процессе изучаете, анализируете эквалайзеры, анализируете частотный баланс и баланс громкости. И, соответственно, нужно и важно учитывать это все на старте и анализировать в процессе, с чем еще, скорее всего, вам придется лепить и клеить, сводить последующие уже там отдельные какие-то каналы, либо отдельные, опять же, шины. Третий пункт важный, я уже тоже проговорил, это работа именно частотно, уделять внимание миксу, предсведению и анализу, что в конечном результате по звуку вы хотите. Потому что, опять же, проговорю, что вот к третьему пункту еще относятся, что каждый проект в том или ином примерном там жанре, да, может по-разному звучать. Где-то у нас может быть музыка на переднем плане с голосом, где-то, наоборот, акцент весь завязан на саунд-дизайне, а музыка играет такую склеивающую, скажем так, подложечку. Четвертый момент – это работа с референсами. Ребята, очень важно, на самом деле, развивать не только ваши какие-то навыки, которые вы оттачиваете с каждым там днем, с каждым разом в определенных задачах, ну и учитывать то, что есть тенденции, есть какой-то шаблон на рынке, да, который начинает диктовать в разных индустриях, как по маркетингу, рекламе, так и продакшену именно, видео, да, там, звуковому. Есть те ребята, которые, конечно, делают что-то лучшее, какие-то студии выделяются, да, по игровой тематике, да, и, конечно же, определенные бренды, определенные студии также равняются и стараются делать на уровень. Если аудитория заходит, то, следовательно, конечно, нужно присматриваться. Скорее всего, в этом проекте сделано все с душой, по качеству, по уму, и поэтому так аудитория и заходит в совокупности, скажем так, вот этот продукт. И вы, как профессионал, как специалист, который наслышан, насмотрен, читан, скажем так, должны, конечно, это учитывать и стараться оценивать вот эти проекты с точки вот этой коммерческой жилки. Как только вы начнете работать с референцией, вы начнете обращать внимание на ключевое воздействие громкости и динамики в миксе, да, в определенной сюжетной линии, ключевые какие-то моменты в постобработке, отдельные приемы, как кинематографические, так и, там, в игровой тематике. Есть вот эти приемы, фишки, которые, конечно, вы будете замечать и применять на своих проектах, и это очень важно. Поэтому четвертый пункт, работайте с референциями, ребятки. Пятый пункт, на который стоит обращать внимание, это скорость работы и развитие именно прогресса вашего рабочего процесса. Что это такое? То есть нужно понимать за определенный вот период развития вашего, да, рост, за какое время определенной сложности вы делали проект тогда, там, к примеру, 5 лет назад и сейчас. Если у вас ничего не поменялось и сроки, там, допустим, продакшена еще только увеличились, ну, либо вы нарастили качество, либо вы просто никак не развиваетесь и прокрастинируетесь, скажем так. Отдельные фишки, как прокачаться, к примеру, в какой-то новый для вас стезе, это вписаться в джем в какой-то, либо коллаборацию. Мы, кстати, часто устраиваем коллаборации в саунд дизайн комьюнити, в нашем там комьюнити, в телеграм-каналах я раньше делал, сейчас вот у нас дискорд появился, там будет больше всяких движников. Вы, кстати, как бустерианцы, бустер-зацепы, пишите, не стесняйтесь, я думаю, сделаем, может быть, отдельный чатик, либо чатик на бусте. И касательно, как раз-таки, вот этих коллабораций, идей, я думаю, есть огромное желание поучаствовать или сделать какой-то интересный проект со мной, либо подать мне идею, чтобы мы совместно организовали какой-нибудь суперкрутой интересный челлендж. Шестой пункт, очень важный, ребятки, на который стоит обращать внимание, это дедлайны и сроки. Покуда вы ставите себе дедлайны, покуда клиент ставит вам дедлайн, и покуда у вас есть какие-то обязательства, вы цените как свой труд, так и самого клиента, так и задачи, которые он вам ставит. В основном, конечно, эта ценность появляется, когда у нас есть оплата какая-то, когда у нас есть сроки, когда у нас есть ответственность перед самим собой, скажем так. Если есть стоимость продукта, следовательно, и ответственность, скажем так, вот за то же обучение, которое вы у меня покупаете, или за ту же подписку на Boosty. Конечно, да, не каждый это понимает, не каждый понимает ценность, когда он платит, либо достается ему бесплатно что-то, но в то же время, вот эта ответственность воспитывается как раз-таки на реальных проектах. Я в вас ее воспитываю, да, когда у меня раньше были дедлайны по обучению такие размазанные, полгода мы там старались кому-то давали, даже может быть вы есть, и на Boosty подписчики такие, которые растягивали обучение на год, на полтора, а потом писали мне, «Ребятки, у меня там туда-сюда проблемы, бытовуха, хочу учиться». А я, конечно же, добрая душа на всех пускал по новой и не понимал того, что я, во-первых, обесцениваю свой продукт, обесцениваю время ребят, и вообще в целом ребята начинают еще больше относиться к этому делу, когда они не ставят себе сроки, понимают, что есть свобода, не платят за то, что они учатся, да, дальше, да, то есть они заплатили как входной, скажем так, билетик, и все. И, конечно же, свобода вот эта была дана, и ребята за это время поняли, что продукт этот в целом не особо стоит потреблять, скажем так, за тот срок, который рекомендован, да. Можно его потянуть и впитать, научиться так, когда мне захочется. А, как известно, мы люди, мы человеки, и у нас есть свои чувства, эмоции, амбиции, там, у кого-то лень, у кого-то какие-то ситуации, и мы, конечно же, теряем вот эту, скажем так, ценность продукта. Вот шестой пункт, воспитывайте, во-первых, в себе ценность и ценность себя, и тем самым вы начнете более ответственно относиться к работе, к своей, к чужому труду. И самый простой пример в этом пункте, это ваши ощущения, когда вам, к примеру, приходят и говорят, вот, на тебе, Антоха, 100 тысяч рублей, сделай то-то, то-то. Или, когда тебе говорят, Антоха, у нас есть неделя, за неделю нужно сделать так-то, так-то, круто, и у нас мы ничего не успеваем, и вот тебе через неделю будет 100 тысяч. И как вы думаете, с каким энтузиазмом вы будете делать один и тот же даже проект в разных таких условиях? Вы, уверен, сталкивались с этим и понимаете, что вот такое как раз-таки ценность сразу времени проекта, да, и когда есть дедлайн, когда есть определенные договоренности и обязательства. И вот их нужно ставить и себе. Вот этот мой совет от бустера вам лично. Ну, седьмой пункт, это сколько ты вкладываешь, столько ты получаешь. Хорошо, это я уже устал, на самом деле, говорить, но, как ни странно, людям помогает вот этот пункт очухаться, вспомнить, что, оказывается, для того, чтобы начало получаться, нужно что-то поделать, да, и, как ни странно, но такие люди встречаются. И, бывает, даже приходят на обучение, говорят, вот, я даже не знаю, подойдет ли мне эта информация, как искать клиентов, зачем, грубо говоря, это делать. Ну, то есть, человек должен понимать трезво, сколько он должен сделать в определенный срок времени, опять же, возвращаясь к дедлайнам, да, и для чего он это делает именно вот в этот период, да. Скорее всего, может не получиться уложиться, да, в этот срок, скорее всего, что-то пойдет не так, скорее всего, вы начнете, может такое быть, заниматься совершенно другим, либо вернетесь там через время. Но, тем не менее, когда вы трезво понимаете и четко ставите себе цель, для чего и зачем вы это делаете, вам гораздо легче и проще двигаться, развиваться, прогрессировать и что-либо делать вообще в целом. Один из моих таких моментов главных, когда я начал заниматься саунд-дизайном, я поставил цель быть лучшим в России саунд-дизайнером, и я думаю, что я этой цели добьюсь. Но лучшим это не с точки зрения, там, эго, вот я такой, ооо, там, саунд-дизайнер мира. Нет, лучшим в том плане, когда у меня появятся проекты, за которые мне не стыдно, за которые я горжусь и которые будут выигрывать какие-то премии, которые будут отмечать меня как специалиста, когда заговорят, наверное, обо мне. В принципе, на ютубе уже много кто с ютуба приходит, кидает респект. Для меня это уже показатель, результат, следовательно, не зря я ставил вот эти цели. Поэтому, да, один из лайфхаков на год ставить цель, да, то есть, что вы за этот год должны сделать, сколько проектов, сколько заработать примерно. И вы сами посмотрите, когда вы начнете планировать вот эти штуки, фишечки, как вы будете смотреть и читать в следующем году ваш список, и станет ли вам стыдно, и захочется ли что-то поменять, и вообще, как вы будете возвращаться к этому списку в течение года. Поэтому седьмой пункт, сколько вкладываешь? Стремление, старание, сил, столько и получаешь результата. В процессе, чтобы, соответственно, было интересно, кайфово, старайся экспериментировать. Если ты уже там закоренелый звуковик, то старайся тогда ставить задачи на улучшение результата, да, там, на какие-то более высокие планки. А как известно, хочешь улучшить результат, попробуй поменять или там поэкспериментировать в процессе, да. Тем самым вы будете развиваться, тем самым новые какие-то веточки, новый взгляд, и тем самым в результате вы получаете что-то более новое, что-то интересное. Подход в работе очень тоже важен. Это можно как отдельный пункт вынести, но я запихал его вот в этот седьмой. Поехали дальше. Восьмой – это коммуникация. Ребятки, очень важная деталь – научиться контактировать, коммуницировать с сферой, да, вообще в целом в нашей индустрии, да, где мы делаем звук, контент, какие-то мероприятия, ну, где вообще устроен как-либо продакшн. Нужно, конечно, уметь коммуницировать, уметь контактировать с ребятами, кто работает в той или иной индустрии на определенной должности. Потому что вы никак не сможете общаться, к примеру, с владельцем компании, там, Газпром на таком же уровне, как, к примеру, там, сценарист-маркетолог, да, какой-то, который с вами вышел, там, рассказать про ТЗ. Конечно, это разный формат продакшна, есть разный уровень коммуникации, да, когда вы можете с инди-проектами раскрыться, там, сделать супер какую-то интересную свою работу, да, с определенным подходом. А можете делать рутинную, тупую, глупую работу, но с более каким-то именитым брендом. И такое бывает, то есть вы должны уметь, во-первых, адаптироваться в общении. Как развивать общение? Ну, понятное дело, опять же, практиковаться на каких-то простых проектах, и тем самым, может быть, вот эти, кстати, ваши постоянники, да, и приведут вас к более крутым, там, сложным проектам. У меня, в принципе, так и было, ну, практически со всеми постоянными своими клиентами, их там, ну, порядка 10, каждый там через время какой-то пишет, вот. Но в целом я понимаю, если бы я наращивал, да, и больше, скажем так, массива рекламы там вкладывал, развивал это все, я бы получал больше клиентов, и ко мне больше было прощений. Но я понимаю, что я уже в таком формате, в котором сейчас я, да, достиг определенного уровня, зашиваюсь, и пока я не нормализую вот этот поток как клиентов, так и учеников, аудитории своей, да, не нормализую вот этот ритм, скажем так, развития, я, конечно, не делаю акцент там на рекламу, хотя могу и масштабно запустить там на Яндекс, да, показать что-то. В целом тут, опять же, вы должны для себя понимать, коммуникации поиск клиентов, конечно, завязано на различных схемах, да, то есть вы можете там влить 100 тысяч, получить своего одного клиента с Яндекса, и то он посмотрит вашу работу, ему не понравится, и тем самым вы потратите 100 тысяч, да, просто в рекламу, когда вот эти 100 тысяч вы могли, к примеру, там, покупать библиотеки, делать какие-то редизайны крутые, да, либо вписаться просто в Инди какой-то проект, работать там, да, за бесплатно, но этот Инди проект с большой перспективой, он ищет инвестора, там, уже есть предложение, то есть вы понимаете, что на эти 100 тысяч вы можете 3 месяца поработать, сделать проект, и через 3 месяца, к примеру, там, по контракту вам придет еще больше, то есть либо вы найдете еще клиентов каких-то. Ну, то есть на вашей коммуникации очень много чего зависит. От вашего общения, от ваших взаимоотношений выстраивается будущее и будущее вашего кошелька, скажем так. У меня очень много было там бесплатных каких-то проектов, которые выводили меня потом на интересные там масштабные большие проекты игровые. Кто-то там по рекомендациям, да, я сделал там хорошо за 3 тысячи рублей, но меня посоветовали и бац, позвали там на выставку, на мероприятие сделать там 10 треков написать. И вот эти контакты, да, сделай хорошо, сделай круто так, чтобы это выглядело там на миллион рублей, а, ну, то есть по факту вы потратили там, ну, 10 минут, но вложили в них столько эмоций души. И вот это и есть правильная коммуникация, правильное выстраивание взаимоотношений. Я, наверное, очевидные вещи говорю, но, тем не менее, многие забывают про эти моменты, и поэтому это такой один из тоже пунктов. Ну, а, конечно, коммуникацию, да, эту можно развивать там с людьми из разных сфер. Есть куча различных сообществ, различные мероприятия. В игровой индустрии есть геймджемы, когда ребята на форумах собираются и делают какую-то игру. Вот есть мероприятия, где ребята объединяются и вписываются в какие-то конкурсы, мастер-классы там, да, где можно поучаствовать и выиграть какую-то денежку. И это первый опыт как раз-таки коммуникации, работы в команде. И очень, да, важно, конечно, в этом постоянно прогрессировать и находить вот эти точки соприкосновения с любой командой, с любым клиентом и с любым человеком, с которым вы делаете проект. Девятый уже там пункт или какой, не помню. Короче, по ценнику. Ценник тоже такая важная тема. Что могу про эту штуку сказать? Нужно стараться заходить на рынок и формировать свою ценовую политику на том уровне, на котором вы считаете должным, да. То есть, если вы, к примеру, уже человек с бэкграундом, там, написание диджейской какой-то, да, там, музыки, там, хаос, неважно. То есть, электронные, либо просто, может быть, вы круто работали, записывали с звуком, да, записывали там окружение, там, библиотечные звуки, может, сформировали. И решили делать интересный саунд-дизайн, и, конечно же, ваша задача не прогадать с ценой. Ценовую политику, конечно, на рынке стоит выстраивать. И не стоит и сильно демпинговать, и не стоит завышать ее, да, потому что в противном случае вы можете вообще остаться без клиента. Либо начать формировать просто рынок. То есть, представьте, если массово все будут за три копейки продавать свою работу, да, именно по саунд-дизайну. Что с нами тогда будет? Конечно, это будет не быстро, да, если все так резко начнут делать. Но, тем не менее, мы как раз и формируем ценовую политику, да, диктуем, скажем так, правила, где мы сейчас находимся. Но, тем не менее, мировые какие-то стандарты есть, как придерживаться их. Но стоит, наверное, просто сделать четкое разделение градаций ваших работ, которые вы чаще всего делаете. У меня, я помню, допустим, в моушн-роликах много было рекламы. Раньше я делал ролики примерно, там, минута где-то до 20 тысяч. То есть, у меня, я помню, дошло до того, что у меня 10 тысяч стоило, там, саунд-дизайн, 10 тысяч стоило музыка. Написать трек именно под, там, 30 секунд, там, 40 секунд, вот так в основном. И вот этой цены мне хватало. Потом я понимаю, что кто-то работает, там, за 100 долларов вообще за, там, минуту трека только. А кто-то работает по 300 долларов, да, еще по тем временам. Это где-то, там, по 17 тысяч за 30 секунд или, там, за минуту, да. Я такой, опа, нифига себе, кто-то почти двадцатку берет за одну минуту. А я, бывает, там, по 2, по 2,5 пишу по 3 минуты трек за, там, 10-15 тысяч. Ну, то есть, малый. Конечно же, я начал увеличивать, вот. Дошел потом до 20 тысяч саунд-дизайн на ролик, 20 тысяч музыка, да. Примерно я в одной ценовой политике двигался. И, в принципе, мне было комфортно. Я понимал, что я 30 секунд озвучу за 40 тысяч, поработаю, там, день-два попарюсь. Все, у меня в кармашке есть почти что полтинник. Ну, таким образом, ценник и рос, растет и сейчас. Бывают у меня проекты, там, минутные по 130 тысяч, бывают по 70, бывают по 20. И вообще, вот этот диапазон, на самом деле, нескончаемо велик. И тут все зависит от нас. Конечно, вы сами должны оценивать клиента, кто к вам обращается. И примерно какую цену, да, назначать в вашей, скажем так, ситуации. А ситуации бывают разные. Опыт небольшой, только, там, первые работы, портфолио слабое. Либо, наоборот, проседаете вы по музыке, либо проседаете по, там, каким-то еще, да, моментам. Вы понимаете, что, ну, здесь явно вы не можете запросить столько. Плюс клиент, это инди-разработчик. Ему нужен, там, за последние деньги трейлер к его игре. Ну, и, конечно же, это все влияет на цену. Поэтому, ребята, оценивайте трезво свой труд. Можете по часовую пробовать, да, оплату. Присматривайтесь на фриланс-площадках, как они работают в час, да. Как они работают с проектами, там, бывают, оценки есть, то есть ставят сколько там примерно. Ну, фриланс-площадки, это всегда, конечно, рынок демпинга. Там всегда ищут дешевого специалиста за, там, лучшее качество. А как нам диктовать рыночную стоимость, так просто. Нужно стать специалистом, крутым, чтобы вас знали, чтобы к вам шли, чтобы вас советовали, чтобы отзывы были хорошие и рекомендации, соответственно. И тем самым люди по рекомендации будут идти за качеством, а не в первую очередь за, там, определенной ценой, да, вашей работы. И я со временем старался как раз-таки и прибегать к таким моментам. Когда я только заходил на рынок, было очень много случаев, когда конкурсные форматы были. То есть обнаглевший клиент, ну, там, заказчик, неважно, как называть, обращается сразу, там, к пятью, к десятью ребятам. У нас, типа, конкурс, мы выберем лучшего. И вот эти десять человек пыхтят, выкладываются. И вот эти заказчики даже особо не удосуживаются, там, либо дать фидбэк, либо, ну, то есть достойно, скажем так, сказать вам нет. Ну, чаще всего просто, да, коротко, там, все, мы определились с другим, там, исполнителем. До свидания. И, конечно, это неблагодарный труд, и после таких вот обращений я четко и трезво для себя понял, что нет, я должен знать ценность, опять же, возвращаясь к предыдущим пунктам, себя, ценность своего труда. И пусть ко мне приходит именно за моей работой, а не у кого кто дешевле сделает и, там, побыстрее. Вот, к этому нужно стремиться, и теперь ко мне приходит непосредственно как раз-таки за вот этим качеством, за моим подходом, за интересными методами, за моим результатом. Поэтому, ребята, да, главное на старте сразу примерно определять грамотные для себя ценовые рамки за определенный вид работы. Ну, и последний немалый важный пункт, десятый, конечно же, это отдыхать, стараться вдохновляться, стараться меняться. Меняться, конечно, в лучшую сторону. Почему я делаю акцент на этом? Потому что все мы, ребятушки, люди, и наша жизнь непростая, и, конечно же, много изменений, много постоянных каких-то внешних, окружающих нас раздражающих факторов, там, бытовуха. Ну, то есть, постоянный у нас ритм, темп жизни, да, мы живем, и у нас бывает такое, что мы устаем, бывает такое, что даже наше любимое дело в определенный момент перестает нам приносить удовольствие. Все мы люди, и, к сожалению, конечно, никто не застрахован от воздействия, от, там, прошлой жизни какой-то, да, или мы просто устали, загрузились максимально и просто забили, там, на определенные какие-то вещи в отношении себя. Отдых очень важен. Почему? Это дает нам возможность разрядиться, переключиться. И старайтесь отдыхать помимо отдыха ежедневного, да, в течение рабочего дня, отдыхать еще периодами, да, определенными. То есть, три месяца поработали, недельку там отдохнули. Ну, конечно, если есть возможность такая. Но в целом, те, кто работают в ритме нон-стопа, да, раньше, как я работал. И вот спустя три года, как раз-таки, да, у меня был первый такой выгорание, где я недели две просто неделю, наверное, не мог вернуться к работе. Был у меня такой в голове вакуум, не хотелось ничего. И вообще, вот это самое, компания начиналась, да, зачем это все делаю. Хотя были цели выстроены, там, туда-сюда. Но спустя три года я почему-то немножко потерялся, да, что дальше. Особенно, когда ты переходишь вот этот порог, когда у тебя волна, есть клиент, нет клиента, есть клиента, нет клиента. И ты такой, блин, ну, камон, а что же дальше делать. Конечно, я тогда сделал акцент на поиск клиентов, на клиентскую базу, там, зафиксировал себе цель, что все, у меня должно быть, там, столько-то клиентов, такой-то заработок, доход туда-сюда, я должен попасть туда-туда-туда. Конечно, опять же, ничего там, может быть, не получалось в первое же время, да, но потом все равно я поставил цель и все нормализовалось. Так что, ребяточки, берегите себя, отдыхайте. Я надеюсь, что это было видео полезным для вас. Я буду больше записывать таких штук в разном формате, чтобы вам было интересно. И надеюсь, что вы меня поддержите, и мы будем дальше вместе развиваться. Вот, чатик на Boosty есть, обязательно пишите туда, и я буду стараться отвечать. И, кстати, скоро, да, будут уже новые видео с курсами и разборами, да, обязательно не отписывайтесь, ждите, 100% будет очень много крутых штук. Так что работаем. Так что хорошего всем саунда.